Срок прохождения всероссийской переписи населения на портале госуслуги продлен до 14 ноября. Напомним, переписная кампания этого года стартовала 15 октября. На сегодняшний день участие в ней приняло более 44% населения Верхневолжья. О первых итогах переписи в нашем репортаже. Всероссийская перепись населения перевалила за свой экватор. По состоянию на начало ноября в переписной кампании приняло участие почти половина жителей Тверской области. Причем значительная часть из них сделала это электронным способом. Среди жителей Верхневолжья переписались самостоятельно на портале госуслуг около 22% граждан. Это каждый пятый человек. Чтобы воспользоваться порталом, необходимо зайти в свой аккаунт, выбрать услугу «Участие в переписи населения» и заполнить переписной лист. На почту и на мобильный телефон придет QR-код на домохозяйство и цифровой код на каждого члена домохозяйства. Отмечается, что в период распространения коронавирусной инфекции участие в переписи посредством портала госуслуги является самым безопасным и самым удобным способом. Для заполнения опросных листов одной семье требуется порядка 10-20 минут. А сделать это можно в любое удобное время. Что касается самих вопросов, то всего постоянным жителям России будет задано 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических характеристик – пола, возраста, гражданства, месторождения, национальности, владения языками, образования, количество детей, источник средств к существованию. Также зададут 10 вопросов о жилищных условиях. Временно проживающие в России ответят на 7 вопросов. Предъявлять какие-либо документы для подтверждения своих ответов не нужно. Перепись населения по международному признанию является одним из главных источников получения информации, актуальной информации не только о численности проживающего населения в регионах, в стране, но и о качестве жизни населения государства. Вместе с тем, напоминают эксперты, во время переписи населения могут активизироваться кибермошенники. Преступники практически всегда пытаются использовать в своих схемах новостную повестку. В этом году принять участие в переписи можно через портал Госуслуг. Не исключено, что злоумышленники могут попытаться создать сайты-дублеры этого портала. Эксперт советует обращать внимание на адрес. Никаких дополнительных цифр или букв быть не должно. Добавим, что предыдущая всероссийская перепись проходила в 2010 году. За прошедшие годы в стране произошло около 40 миллионов демографических событий. Перепись 2020 года позволит оценить масштаб перемены, станет ценным источником знаний о структуре российского общества.